Весной российский офис марки Hyundai и центр Сколково создали подразделение Hyundai Mobility Lab, которое разрабатывало IT-решение для подписки на автомобили. Тогда же мы узнали, что фирменная программа долгосрочной аренды стартует во второй половине 2019 года. Запуск пока не состоялся, зато тарифы раскрыты. В отличие от каршеринга, где основной формат – поминутная тарификация, подписка подразумевает аренду на срок от 1 часа до 12 месяцев. На выбор есть три тарифных плана. City – это аренда до суток, Country – до месяца, Freedom – до года. В наем предложены модели Creta, Tucson и Santa Fe, а также микроавтобуса H1. Автомобили оснащены системой автозапуска и другими функциями удаленного доступа. Ездить на арендованной машине можно по всей территории России. Тарифы разнообразны. За час аренды кроссовера Creta попросят 650 рублей за сутки – 3 тысячи, а месяц стоит от 30 тысяч до 65. А при оплате полного года каждый месяц обойдется без малого в 30 тысяч рублей, при ограничении годового пробега в 12 тысяч километров. К слову, час езды на Creta из московского каршеринга стоит примерно вдвое дешевле – около 300 рублей, да и парковки бесплатные. Hyundai же заманивает клиентов неограниченной географией аренды, а также включенными в цену страховками ОСАГО и КАСКО, транспортным налогом, бесплатным техобслуживанием и комплектом зимней резины, включая замену и хранение. Оформить подписку смогут граждане России старше 25 лет и с водительским стажем более трех лет. Приложение Hyundai Mobility появится в магазинах Apple и Google 14 октября. Субтитры создавал DimaTorzok